не знаю почему и нянечка я так заступалась за вичкутова когда вичкутов меня сам первый оскорбил и ты его тоже лучше прекращай херня заниматься пока я на педаль нажал тебя такую под руку не забанил как над начинаешь гнать тоже на ли на людей кто скрипоносный бузатер русофоб и тому подобное кто это сказал я должен чё был сказать спасибо вам извините я вон отсюда за привлекание с начальством нет я взял его забанил и все сейчас мы будем развивать навыки разговорного языка язык повседневного общения дубистайны вайба дубистайны вайба мускат нушь вайба 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 дубис мускат нушь эрмуля если ты ни хрена не понимаешь немецкий язык не надо меня учить немецкому языку как ты сказал айн вай вай trafficking такого слова нету вайба есть прийба карьиска айне это муж женского рода айне фрау инман а ты вначале хочешь сказать ты вы учитаем немецкий язык язык между зубами айнь вайб словами дету вайб как как сказал айн вай вай бай такого слова нету вайба есть вайбэ, айне это женского рода так что учить немецкому языку Николай Вичкутов не надо о майн гуд что можно сказать, посмотрев такой ролик во-первых, я от души посмеялся спасибо автору Николаю Вичкутову ссылка на его канал будет сразу снизу, дальше я извиняюсь перед всеми, кому слезно обещал, что не буду больше трогать г** как вы знаете в продолжении поговорки тронешь, будет много вони и я после своего долгого отсутствия потом сказал, что не буду затрагивать блогеров из нижнего интернета, ибо тратить время на этих малообразованных людей совершенно дело неблагодарное тем не менее я сделал с этим роликом исключение потому что вот этот кричащий человек вот эта лысая голова в левой стороне абсолютно не знающий судя по всему немецкий язык во-первых, подозревает, что я и автор канала Николай Вичкутов мы одно лицо ответственно заявляю впервые сталкиваюсь с этим человеком абсолютно не знал о существовании этого канала более того его ролик сделан качественнее ну вот я, например, так бы не смог вторая причина почему я сделал исключение потому что я являюсь большим фанатом немецкого языка я люблю этот язык я много лет говорю на нем и меня коробит когда я слышу что над немецким языком начинают издеваться особенно люди которые гордо называют себя немцами третья причина почему я решил сделать исключение потому что этот автор вот эта лысая голова в левом углу он очень дико фантазирует в мою сторону он то называет меня девочкой то малолетним мальчиком то стариком в общем ему постоянно очень сильно хочется узнать кто работает на канале Штарк работали ли когда-то другие люди почему я не показываю свою внешность и так далее таких как он любопытствующих очень много и я считаю что это большой плюс каналу поэтому естественно я буду только подогревать их интерес пусть раскаляются до красна ну а серьезно если вы на самом деле хотите знать почему лично я не показываю себя я могу объяснить у меня есть по этому поводу твердые принципы я считаю что в наше время выставлять на показ о себе все это глупо более того вы знаете наверняка что ютюб начал всячески охранять личные данные пользователей и не только ютюб моя страна например защищает желание человека говорить о себе или нет но это в случае того если кому-то очень сильно захочется покопаться в моей личной жизни мы легко с вами встретимся в суде нет проблем в наше время данные человека стоят деньги если вы еще этого не поняли то мне очень жаль вас те люди кто лезут перед камерой как правило это либо глупые люди либо люди стремящиеся к славе мне лично в моей жизни популярность не нужна я не хочу чтобы меня узнавали на стадионе в аэропорту я хочу жить спокойно и не хочу просто так на показ выставлять свои данные у меня на канале несколько тысяч подписчиков никого из них я не спрашиваю настоящие ли имена стоят за их никами где они проживают какое семейное положение имеют какого пола и какого возраста вы не обязаны передо мной отчитываться точно так же я не обязан отчитываться перед вами ну а теперь к теме очень интересно русские действительно уделал немца и это потрясающе потрясающе потому что Николай Вичкутов не является немцем не был в Германии и я могу только предположить просто интересуется немецким языком и так лысая голова в левом углу кричала с остервенением что слово вайб по-немецки это баба нужно произносить как вайбе или еще хуже он приписал этому слову артикль ди ди вайбе не надо меня учить немецкому языку как ты сказал айн вайб вайб такого слова нету вайбе есть вайбе айне это женского рода айне фрау в левом углу якобы немец псевдонемец будем его теперь так называть совершил сразу несколько ошибок они настолько серьезные что если бы вы в слове хорошо из шести букв сделали семь ошибок вот приблизительно тогда по тяжести это сравнилось бы с тем что он говорил действительно в немецком языке есть три артикля de die das de мужского рода die женский род das это средний род и лысая голова по ну незнанию своему такому абсолютно необъяснимому незнанию считает что все слова которые так или иначе описывают женский род должны иметь артикль die и поэтому он кричал die вайбе но die вайбе кричать как-то совсем не с руки поэтому он еще и приписал букву э в конце такого слова в немецком языке нет есть действительно слово вайб и оно с артиклем среднего рода das вайб почему женщина баба по-русски имеет артикль среднего рода это вовсе не потому что к бабам относятся с таким неуважением что они даже своего женского артикля не заработали вовсе нет дело в том что в немецком языке и слово медхен девочка имеет артикль средний das итак не die медхен как кажется должно было бы быть по логике а das медхен вот это обычно бросается в глаза детям где-то в четвертом пятом классе еще в начальной школе при изучении немецкого языка потому что еще там маленькие дети замечают это и говорят а почему медхен не die медхен а das медхен потому что немецкий язык более дипломатичен в отношении пола детей ну например в русском языке слово ребенок уже априори мужского рода он ребенок немецкий язык предлагает в отношении детей говорить das Kind то есть оно вот неважно мальчик это или девочка если это ребенок то у него артикль das подходящий и к мужскому и к женскому роду вот это более дипломатичный подход в этом вопросе возможно немцы когда еще не могли предсказать пол ребенка так и говорили это будет оно das Kind отсюда девочка это просто das Kind ребенок женского пола das Kind mit weibliche geschlecht и именно поэтому девочка осталась das methen кроме того есть еще одно простое простейшее правило которое легко запомнить слова в немецком языке которые заканчиваются на суффикс him как правило имеют артикль das здесь некоторые примеры потому что das methen именно поэтому das vibe здесь прямая логика и прожить 25 лет в Германии не знать такой элементарной вещи это не просто позор это какой-то позор позорный и отныне ты можешь говорить все что угодно но для меня твоя немецкость закончилась ну а в целом рассуждая об этом вопросе как так может быть если человек на самом деле живет в Соединенных Штатах в Израиле или в Германии и не может связать двух слов по-немецки английский французский и так далее ответ очень простой очень многие люди я говорил об этом своих видео селятся в так называемых русских гетто стараются иметь соседей русских русских коллег устраиваются в русскоязычные фирмы входят в русские магазины смотрят русское телевидение незаметно годы пролетают а они остаются все на том же примитивном уровне вот я фактически уверен если этот человек все-таки проживает в Германии то скорее всего его жизнь протекала таким печальным образом но Николай Вичкутов мои аплодисменты мне очень хочется надеяться что вы на самом деле интересуетесь немецким языком также всем остальным любите немецкий язык интересуетесь им как я сейчас показал в немецком языке есть очень много красоты и логики если вы займетесь этим языком вы никогда об этом не пожалеете этот язык достоин серьезного внимания пока не надо меня учить немецкому языку как ты сказал ein weib weib такого слова нету weib есть weib eine это женского рода eine Frau рождение 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 наконец